здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а со мной студии мой коллега журналист марк котлярский здравствуйте марк ну что называется от гремела 9 мая а вот споры о том как она отмечалась причем не только в россии где были основные торжества но и в других странах и о том как надо его правильно отмечать они продолжаются в соцсетях идет что называется рубка каждый высказывает свое мнение в общем то можно сформулировать два главных таких мнений первое это великий праздник его надо отмечать от всей души как получается уже другой вопрос второе мнение хватит этой помпезности тихая скорбь о погибших не более того а у вас есть собственные по этому поводу у меня есть собственное мнение конечно я думаю я согласен скорее всего со вторыми я тоже считаю что хватит помпезности причем кстати предлагает просто и это очень любопытное предложение не проводить никаких парадов объявить день тишины и и вот это мне кажется совершенно разумное предложение потому что она действительно позволит каждому человеку побыть тишине самим собой задуматься вообще что для него лично конкретно означает вот этого война которая унесла огромное количество жизни к сожалению я еще раз повторяю к сожалению вот очень четко вы сказали вот эти два лагеря они настолько между собой непримиримы что честно говоря оторо просто берет даже больше первый лагерь точнее он более агрессивный который считает сразу обрушивается на людей которые смеют высказать другую точку зрения обвиняя их в непатриотичности обвиняя их в том что они не хотят признать ценности победы в великой отечественной войне обвиняя в дуруши и в дуруши и так далее в чем угодно короче говоря там можно можете сами продолжить этот список и это к сожалению очень печально потому что я не вижу ничего плохого если у человека есть какая-то своя другая точка зрения по поводу дня победы она плоха уже тем что она не совпадает с другой точка вот именно я об этом она уже плохая в одном сказочном городе жили котенок фанти кошечка по имени мышка и их друг котенок тюбик хочешь посмотреть новые серии мультфильма про мое приключение подпишись на наш канал тюбик еще один момент из-за чего особенно сражались участники соцсетей я имею ввиду участники обсуждения этой темы в соцсетях это по поводу формы военной формы времен великой отечественной войны второй мировой точнее войны как на взрослых так и особенно на детях что соцсети были заполнены фотографиями молодых людей в этой форме с детей роликами из детских садов где дети маршировали в военной форме причем я сейчас говорю не только о россии я сейчас говорю о многих странах где живет русская русскоязычная диаспора в том числе израиль кстати этим отличился и вот тут тоже произошел водораздел во мнениях а как этому относиться да тут их называют ряжеными кто-то будет но люди вспоминают своих родителей и дедов дело в том что тогда там дошло конечно до абсурда я не знаю знаете вы или нет но в частности например как пример вот абсурда там значит выложили ролик с девушкой значит в пилотке до которая танцует эротический танец у шеста ну это крайности которые перебор который может быть везде в любом самое с детьми минуточку то же самое с детьми то есть я не знаю но одно дело скажем когда там ну какой-то утренних на сцене там некое театральное действие там это я этого допускаю да то есть дети вышли отделе там их оделись в какую-то военную форму они вышли читать стихи это нормально если это театральное действие но это к сожалению тоже приобрело какой-то совершенно массовый истеричный характер то есть это действительно я читал мнение психологов по этому поводу которые тоже считают что это излишне что одно дело когда ты сидишь в зале смотришь спектакль выходят детишки в гимнастерках и читают стихи военных лет это нормально но когда детишки выходят с автоматами с пулеметами я не знаю с перевязанными имитируя раненых или там были фотографии например где значит изображаются там типа современный вариант медсестра сидит значит с кормит голой грудью там ребенка и таскать и рядом с ним стоит то есть но это просто это уже пошлятина по большому счету ну это тут причем это зачем то есть я думаю что правы те на мой взгляд опять таки я знаю что нас смотрят многие люди многие нормальные но к сожалению попадаются и люди которые не хотят слушать другого мнения но мне кажется что это был явный перебор безусловно никто не говорит причем когда подчеркиваешь почему-то эта фраза сразу отсекается когда подчеркивает что никто не собирается умолять умолять достоинства людей которые сражались во время второй мировой войны никто это не собирается делать но в то же время говорится о том что во всем должна быть мера интересно кстати что бы они сказали если бы они прочитали мнение виктора астафьева известного писателя ну просто куда дальше русского человека русского писателя прошедшего всю войну который высказал куда более резко чем то что мы читали в социальных сетях незадолго до смерти написав письмо обо всей этой показухи он сказал советская военщина я цитирую практически дословно нет хуже советской военщины которая положила один к десяти он говорит о какой победе вы говорите это говорит астафьев фронтовик ладно можно так сказать не согласиться со мной можно не согласиться еще с кем-то можно так сказать перейти на личности и сказать что ты кривой этому тебя глаз косит и так далее но когда говорит об этом русский человек русский писатель один из самых русских писателей то тогда что ему сказать вот ну вы знаете многие известные популярные люди выдают собственные сравнения которые тоже порой вызывают ну скажем так оторопи я увидел просто сравнение которое привела известная публицист и писатель юлия латынина выступая на эхе москвы и как раз вот по поводу этой темы 9 мая и известного лозунга можем повторить у меня тоже он вызывает определенные вопросы естественно у нас сказала так я естественно не цитирую мне не сожжали не под руку цитаты просто в разговоре пришлось она сказала примерно так что вот идти сейчас с этим лозунгом можем повторить это как все равно чтобы евреи в день памяти жертв холокоста веселились и говорили можем повторить ну сравнение мягко говоря на мой взгляд тоже некорректно и хромает 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 безусловно это и юля латынина отличается такими стильными сравнениями и да и как ты по моему это тоже явный перехлёст через край конечно это та аналогия который лучше бы не и не приводить там хорошо еще один вопрос по этому поводу который тоже особенно яростно обсуждался в социальных сетях чем я имею ввиду сейчас измена израильский русскоязычный сегмент соцсетей это по поводу бессмертного полка известные инициативы когда-то томских журналистов которые изобрели эту формулу к ней в зависимости от времени было разное отношение и с каждым годом она все становилось более резким и полярным нужно такое не нужно правильно неправильно идти вот с этими плакатами с лицами ушедших вот вы бы пошли не знаю я бы не пошел я даже знаю кто ну а что здесь плохого вот я хочу понять логику тех кто его критикуют и ругают я тут другое думаю бессмертный полк идея очень хорошая на самом деле действительно и и мне рассказывали люди которые выходили и в израиле в колонне бессмертного полка и в москве бессмертного полка составе бессмертного полка что действительно это было как бы по зову сердца что называется по зову сердца люди шли люди люди так сказать но и тут другом дело миш мне мне в данном случае я не расставляю оценки люди захотели вышли слава богу вышли молодцы вопрос в том что это потом используется пропагандой к сожалению потому что присутствует такое слово вот это хорошее начинание правильное начинание потому что помнить надо людей которые погибли она превратилась некий пропагандистский кунштюк который потом используют собственно говоря пропагандистские структуры и всякие кремлевские боты то есть я тут разделяю к сожалению людям очень тяжело это разделять я разделяю сам факт бессмертного полка и то как его потом преподносят и как его цискать как его назойливо нам преподносят и как все называется в средствах массовой информации вот разделить это действительно это не громкая вещь день победы это не громкая вещь я считаю что это вот бессмертный полк это день скоб надо идти тихо идти тихо люди решили вынести портреты своих близких которые погибли но память ты помните надо их не только в один раз году 9 мая а надо помнить как можно чаще и может быть делать что-то другое не только выходить с портретами но я еще раз говорю сам факт я хочу чтобы меня услышали потому что я уверен что будут все равно комментарии все равно каждый услышит то что он захочет сам факт бессмертного полка он безусловно креативен он безусловно правильно я даже знаю кто автор этой идеи и и вполне возможно что действительно им как раз таки и вела идея правильная но вопрос трактовки к сожалению очень часто даже самые хорошие идеи используются потом для общественной манипуляции общественного сознания да вот это точно хорошо марк спасибо за это обсуждение на этом все напомню что со мной в студии был марк котлярский всего доброго всего дуру